Мы развенчиваем мифы и разрушаем стереотипы. Сложные вопросы и простые ответы. В программе гости такие, какие они есть на самом деле. Уютная обстановка, приятное общение. В программе на лавочке. Ну что сказать, впечатляет, конечно. Здорово и страшно. Скажите, как смотрят родители, как смотрят родители? Нет, хочу сказать... Можно они потом ответят на этот вопрос? Хочу сказать, Марат, как можно было так бить людей, скажите мне? И головой, и ногой, и руками, и об спину. Вот это разве спорт? Почему? Там же есть свои правила. Ничего недозволенного не сделано, значит, да? Да, все. Правильно я понимаю. Работая на ринге, будем говорить так, на ковре работая, легче работать в стойке, как это называется? Партер, да? Партер, да. Ну, какая-то молодая история. По имени мою забыл, а зато партер он очень хорошо знает. Вот где легче работать? Ну, кому как, да. Кто любит со стойки работать? Ну, тебе где легче? У меня базовый грепплинг, джиудис, мне на полу в партере легче работать. Я заметила, что наши ребята любят... И тебе на полу, как я понимаю, да? Ну, поэтому вы их валили сразу, сходу бежали и валили бедных. Ребят, ну вот как, если какой-то ответственный матч, родители, мама, в частности, жены, как они смотрят, как к этому относятся? Или уже привыкли? Ну, для меня, например, это испытание было бы. Ну, мать моя переживает, конечно. Ну, все переживают. Но все равно смотрят? Нет, она не смотрит. Правильно, я в том, что посмотрела бы. Она смотрит повтор, если я выиграл. Если проиграл, она смотрит. Мне кажется, даже и победу смотреть тяжело маме, даже. Победу я посмотрела бы, конечно. Вы знаете, пришел вопрос очень интересный на нашем спортсал. Всех же интересует боль, между состоится когда-нибудь, если состоится, то как он пройдет у Хабиба Нурмагомеда и Коннора. И такой здесь вопрос. Каким приемом Хабиб должен отправить в нокаут Коннора во время их боя за пояс чемпиона UFC? Спасибо. Приемом в нокаут? Нет. Или нокаут, или приемом. Одно на убед. Ну, я думаю, Хабиб ему сделает Кимура. Подождите, еще раз по-русски. Ну, Кимура это болевой прием. То есть, это удушить? Нет, на руку. Прием на руку. То есть, это, видать, его коронный удушек. Не знаю, что там она сломается. Что делать? Если не сдашь, то сломается она. Я так понимаю, что у нас есть телефонный слоновочек, представляете? Ой, с кем я сегодня сижу в эфире, вообще не представляю. 8-928-06-22-100. Мы приветствуем вас в прямом эфире. Добрый вечер. Алло. Алло, добрый вечер. Здравствуйте. Чуть громче, чуть громче. Как зовут вас? Я вас плохо слышу. Алло, вы с нами? Делаем еще одну попытку. Представьтесь, пожалуйста, как зовут вас и есть ли у вас вопрос? Меня зовут Ажидин. Я со СССР звоню, я хочу задать вопрос Марату. Слушаем вас внимательно. Ассаламу алейкум. У тебя как чувствуешь состояние и будет ли реванш с соперником? Я его имя, честно, не знаю, забыл. Алейкум ассалам. Ну, я сейчас пока отдыхаю, восстанавливаюсь. Я после боя сразу сказал, что я хочу реванш. Сказали, вроде, да, дадим. Сказали, ты подожди чуть-чуть. Там у них другой турнир. После турнира мы уже пообщаемся. Ну, я уже свободный агент. Я им сказал, или вы меня, говорят, реванш даете, или я ухожу с организации. Скорее всего, они мне дадут реванш. Я жду этого. А как зовут у противника? Мартин Гуэн. Я один раз его выиграл, вот сейчас в последний раз я проигрываю. У нас, короче, ничья один-один. Реванш могут дать, могут не дать. От кого это зависит? Да, от организации зависит. А в их интересах дать его или не дать? Здесь политика какая-то все-таки, да? Я думаю, нет. Их интереса... Такого нет, интереса им, какой чемпион. А в чем тогда загвоздка? Я хочу узнать, если наш на линии или наш зритель... Алло. Да, да. А вот мы хотим узнать, вам, как говорится, устроил ответ Марата на ваш вопрос? Да, да. Спасибо вам большое. Если есть еще вопросы, вы смело можете задать. Нет, просто нет. Все, спасибо вам за звоночек. Спасибо, что вы с нами. Так, получается, если они хотят, они не хотят. То есть это от них зависит? Да, от матчмейкера зависит. Если они хотят организовать, они могут через бой, да, через два. А тяжелый был бой? Для меня не тяжелый был. Я через все расслабился, недооценил соперника и пропустил один удар. И судя с тобой. Правда, ты тебе говорила, зря ты психологию учил. Зря. Не доучил, то есть зря. Не доучил я. Надо было хорошо учиться. Надо было хорошо учиться, конечно же. Ребята, мне вот интересно, проиграв бой, что внутри? Ну, честно говоря, тяжело было. Морально, да? Да, вообще тяжело бывает. Месяц, наверное. Если не больше, там себя приходишь. А как отойти? Это опять вернуться к тренировкам, поставить новую цель, идти дальше? Да. Или время нужно просто для этого? Ну, время надо как-то отвлечься, да, чем-нибудь себя отвлечь. Потом... Что для вас отдых? Забыть отдых. Только хотелось сказать, как вы снимаете стресс? Не пьете, не курите. Чем снимаете стресс? Тренировками? Я забираю своего сына и с ним провожу время. Ну, уууу, молодец. Ну, сам я с семьей отдыхаю дома. Какие-то увлечения, кроме спорта? Музыка, например. Танцы? Танцы. Балет. Может быть, театр? Ну, на охоту бываю, я хожу, там, рыбалка. На охоту, это где вы ходите? А здесь Махачкале. На кого охотите, стесняюсь, спросите. На зайцев. Утки, зайцы. Сухи, да? Кабаны. Это сейчас, я знаю или что? Я сейчас знаю. Да, где охота? Да, здесь зайцы. Не, не прямо в Махачкале, конечно. Отъехать надо. Ты думаешь, они на 26 охотятся? Я не видел с ружьем на 26 никого, поэтому... Я так и поняла. Я думаю, что они все-таки делают это в кизляре, потому что в кизляре охота, рыбалка очень развита, и люди любят это увлечение. Я думала, что все это оттуда, скорее всего. Ребят, ну вот я так понимаю, утром встал на тренировки, вечером тренировки, днем тренировки. Ну, не бывает такого момента, когда нудно наело, все, брошу, не хочу, поменяю в своей жизни что-то? Такого момента не было в вашей жизни? Знаете, у меня был один такой момент, я хотел оставить, где-то лет 26-27 не было. Почему? Наверное, проиграл бой, поэтому... Подряд два боя я проиграл, а потом как-то собрался. А сейчас, наоборот, я как будто только начал этим заниматься, у меня больше желания есть. Я хочу больше что-то научиться этому, тому жесть, то, что когда реванш не будет, не уйдешь. Это мое единственное поражение. Единственное, да? Как молодец. Недавно это было 18 августа. Нет, почему? Он у него еще стресс, у него еще стресс, 18 августа. В каждой сфере, у каждого человека есть взлеты и падения. Нет. Ну, я, наоборот... Самое главное, найти силу, подняться и идти дальше. До этого я, может, легко выигрывал, из-за этого расслабился. Наоборот, я сейчас, наоборот, мотивирован. Я думаю, я еще сильнее вернусь. Вот если бы у тебя до этого поражения было бы, ты бы понимал, что такое чувство проигрыша. Так как ты был в себе уверен, ты считал, что ты такой молодец, поэтому у тебя это не получилось. Последние шесть боев я все досрочно выиграл. Легко выигрывал, может, поэтому я расслабился. Я считаю, что вкус и чувство проигрыша каждый должен почувствовать. Для того, чтобы оценить победу. Да, и стать намного выше и лучше. Поэтому проигрыш... Я, например, вы не поверите, проигрыш Садулаева восприняла так, как будто бы я проиграла, вот если честно. Да, мне тоже очень тяжело было. Я настолько расстроилась, до слез можно сказать, что уже на следующее утро бой Конера с Макгрегором мне уже было практически неинтересно. Я вообще схватку не видел, но мне сказали, что он проиграл. И тяжело было, что я же не построил эту схватку. Не хотел видеть, чтобы он... Ты как мало поступил твоя. Я смотрел в прямую фейс. И? Болел, да. Проиграл, ну что, проиграл. Ну, сказали, что он боролся профессионалом, те, кто очень достойно. Чтобы у нас, например, был такой чемпион, вот, например, как Хабиб, да, непобежденный, чтобы он шел... Да, 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 очень хочется. Как сказать? Все равно вот... Молодой же, наверное. Где-то, да, где-то, например, в Западе, там, в Америке, они вот, как нас узнают вообще, вот, из-за таких вот чемпионов, да, которые непобежденный, там, раньше кто был, вот, Буэйсар был, он как-то шел, это, кстати. Они вот, например, знают Чечню, Дагестан, именно вот из-за него, потому что он был, борцы, например, знают из-за него, то, что он был таким непобежденным. И тоже вот с Адулаем вот так получилось. Ничего страшного. Ну, вот он, между прочим, увлекся твоим увлечением. Он стал шагать вперед в весовой категории. Правильно же? Да, ну, он... Ну, я как думал, он был... Ну, не как я думаю, вообще он был уменьшен намного. Вообще был очень большой, был этот снайдер. Да. Очень большой. И этот... Это... Вот переходить... Я думаю, да, повелевал это, что он был больше вес. А переходить от веса к другому весу тяжело? Смотрите, вот у них, у них, у нас вообще другая система сгонки веса. И у нас один бой там, и я... Ну, мы, например, на сгонку веса уделяем очень много времени. А у них вот, они за один день несколько... Боев? Ну, этот... Нет, сейчас смотри уже... Да, спаттер делают, да. Поменяли в день схваток, завершивание у них. А, еще, тем более. Они гоняют очень мало. Я, например, гонял, я дрался по усредним. Сейчас я пришел в средний и еще не делал я бой в среднем. А я так по усредним дрался, я гонял 18 кг. С этого веса я спускал 18 кг. Как эфир закончится, я узнал, как вы это делаете хорошо, как эфир закончится. Ну, я начинал, в общем, я начинал, начинал вообще смесь, за месяц уже начинал 9 кг. 18 кг нужно сбросить за месяц? Ну, это стресс. Смотрите, вообще, надо оставить вес мне, например, 6 кг я оставляю уже за 3 дня где-то до этого. У меня один раз был такой случай, я проснулся, у меня завтра взвешивание обедом. И проснулся, и у меня 9 кг лишних было. И я их сгонял, сгонял 6 кг где-то за один день. Потом на следующий день утром я остальные сгонял. А как потом драться? У меня рекорд 7 кг. 7,5 кг за 2,4 кг. Я проверил один бой, потому что я увлекся гонкой, да? Это же очень тяжело. Это обезвоживание организма? Да, конечно. Как потом выйти и драться? По-моему, вот такая история с Хабибом случилась, да? Вот он гонял вес и перед вот этим поединком. Ну, я точно не знаю, как там у него случилось. Такие вопросы нельзя задавать. Да, я точно не могу сказать. Ну, у него там что-то заболело, какой-то орган заболел. Ну, понятно, но когда с такой скоростью сгоняешь вес, конечно, там все надо потихоньку, постепенно. Сначала приводить надо свой организм к этому. Вот у меня вопрос. Ты говорил, занимался в Америке, здесь. Здесь разная жизнь, разные люди. Как там, как здесь? Разница в чем? В плане людей, там люди такие, более такие простые. Ну, знаете, как, вот, например, зайдете в магазин, там они улыбаются. Я сначала, когда первый раз упал, я думал, сначала, как сказать, ну, для меня это непривычно было, чтобы вообще незнакомый человек улыбался и здоровался там. А потом я понял, что они такие сами пости люди, добрые, очень добрые люди. А система тренировок отличается от нашей? Вот что-то там есть такое, что у нас нет, что-то есть у них. Поэтому нужно тренировать, да, там, здесь, там, здесь. В общем, спарик-партнеры, вы меняете там, ну, там есть такие знаменитые, например, спарик, ну, бойцы, ну, прям, вы с ними стоите в парах, там, работаете с ними, и вы там, если даже, может, и выигрываете их там, и уже у вас более как-то уверенность появляется в себе. Да, если я могу его выиграть, почему я там дальше? Ребята, смотрите, вы же оба тренируетесь за границей тоже, правильно? Скажите, где вы получаете больше опыта, здесь или там? Ну, смотрите, я вот здесь. Или где вам комфортнее, здесь или там? В общем, если бой есть в Америке, конечно, там готовиться получше, потому что там и климат, и все это. А если в Европе боя, я думаю, не стоит туда ехать, можно и здесь подготовиться. Я вот последний бой готовился в Москве, в клубе «Иглос-ММА» и подрался. За сколько начинается подготовка к конкретному бою? Это какой период времени? Месяц, два, три? Ну, вообще, смотря в какой форме, например, если вы вообще запустили себя, там, нужно минимум три месяца, если вы вообще запущены, там, я не знаю, долго, если вы не тренировались очень, там, полгода, если у вас прошло, то просто застойно. А что, бывают у спортсменов такие перерывы? Ну, бывают по травмам, там, например, травм был, если получил, там, весь лишний набрал. Бой не дают? Да, бывает, долго не дают, у меня был большой перерыв, мне говорят, семь месяцев, полторы. А с чем это связано? Почему могут какому-то спортсмену не давать? Нет, например, я в другой организации, азиатские, в Америке, там, они говорили, мы не можем тебя с соперника подобрать, никто не хочет в бой. Ну, да, ну, равен был, никто не хотел с тобой драться. Да, вот сейчас не хотели, никто драться. Ну, правильно, не проигрываешь. Не выпустили. Вот, мне интересно, вот семь месяцев нет боя, на что вы живете эти семь месяцев? Ну, конечно, мы же, например, заработанные деньги на расходы же, под расходы. Слушай, есть чуть-чуть, да. Я же тебе говорю, они все спонтануты. Я почти говорила. Вы знаете, вот, как к вам относится прекрасная половина человечества, наверное, узнавая вас, чемпионов, понимая, что у вас есть такие титулы, наверное, все-таки женским вниманием, ребята, вы далеко не обделены, почему-то, мне кажется. Ну, он тоже, это, жена, у него что-то там нормально все. Вот, холостяк. Ну, это просто славчик, я определил. И? Ну, у меня пока, я не знаю, не получается. Вы чувствуете от противоположного пола к себе определенное какое-то внимание? Ну, есть, да, конечно, есть. Тут ты сейчас смутила вообще, ребят. Глазки отпустили прям вот так. Конечно, это им не восьмиугольник. Конечно, я это сурезала, да. Конечно же. Конечно, девочки, увидев поломанные уши, понимаешь, что спортсмены. Да, это же Амари. Поломанные у всех сейчас уши. Попросила мне. Да, у тебя не поломанные уши. Да, как ты умудрился? У тебя не поломанные уши, между прочим. А, у тебя не поломанные уши. Я даже слышала, что специально ломают, правда, да, это? Да. Я только когда поступил, я слышал, что Цуби, я еще думал, где-то Цуби ломают за 50 рублей. О, боже. Заморозка, обезболивающая. Анастезия, да? Да. Серьезный процесс, оказывается, это очень серьезный процесс. Ну, мы поняли, что на вопрос с женским полом вы отвечать не хотите. Ваши гляжочки, мы поняли. Поэтому мы уже не будем вас трогать с этим вопросом. Какие планы на будущее, ребята? У меня в планах, ну, спорт и больше ничего. Наверное, надо как-то разобраться в личной жизни, да, и все. В семейном положении. Да, да. Ну, как вы думаете, вот, можно Марат ответить на этот вопрос? Вы постоянно в разъездах, он вытекает из того, что они говорят. Вы постоянно в разъездах, вот, в частности, Марат, это же жена как к этому относится? Ну, жена привыкла, да. Мне жена, дорогой, поделись, приезжать с женой. Ну, я в основном здесь готовлюсь, в основном, сейчас я здесь подготовлю, прохожу, и заключитель, там, пару недель, там, две-три недели. Алиса, она же его не драться отправляет, она его на заработки отправляет. Я такой, я совсем другой. Поэтому смело, пожалуйста, вперед. Так же, я думаю, да? Конечно, семью-то кормить надо. Мы часто задаем вопрос один и тот же артистам, который к нам сюда приходит. Хотели бы вы, чтобы ваши дети пошли по вашему стопам? Однозначный ответ – нет. Вы что скажете? Вы хотите, чтобы ваши дети пошли по вашему стопам, стали спортсменами и пошли тот же жизненный путь, как и вы? Ну, я хотел бы, чтобы мой сын, ну, конечно, не хотел бы я, чтобы он боями занимался, там. Ну, хотел бы, да, спортом, но чем-то другим, например, там. Ну, вообще, плаванием, да, гимнастикой, там, или каким-то таким, да, спортом. Не силовым. Футбол, да. Почему? Ну, это такой спорт, да, она… Тяжело все-таки. Да, тяжело. И можно вообще, можно ни с чем остаться, там. Вот год пройдет, и можно вот просто, не попасть, например, в какую-нибудь организацию или еще что-то, или просто попасть в какую-то организацию и копейки получать за это. То, что у тебя один сынок поняли. Марат, сколько у тебя детей? Два. Два мальчика? Нет, мальчик девять. Мальчик девять. Да. Другие, как девять. Я просто не охраняю. Просто хочу спросить. Ты своего сына в спорте видишь? Ну, я не буду именно его направлять в спорт. Если он захочет, да, я его поддержу. Сколько лет ему? Ему три года. Еще раз. Ну да. Поскольку должен пойти ребенок? Так же до восемнадцати оставишь его? Или позаботишься о том, чтобы он все-таки вовремя? Нет, я его сперва отправлю на плавание, гимнастику, а потом куда он? Креплящий. 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 Я думала, все хотят почему-то своих детей видеть врачами. Я думала, вы скажете, что вы, ваши дети, обязательно... Я сам хотел врачом стать. Ветеринаром. Ветеринаром. Я столько книг еще читал эти ветеринары. Новости, да? Я не знал даже, с кем я узнаю. Эти не поспись на маршрутке догонять. Кисловодск или куда-то вы ехали. Видишь, за один час мы больше узнали о вас, чем вы за всю жизнь про друг друга знаете. Обстановка располагает. У нас здесь чай, если что. Ничего другого. Хорошо, вы мальчик в спорте. В спорте видишь, не видишь, это как бы его дела. Что ты видишь в будущем для дочери своей? Ведь я знаю, очень много спортсменов бывает не против, чтобы дочь пошла тоже в спорт. Вот у меня на прошлом лавочке была девочка, которая стала олимпийской чемпионкой, сурь олимпийских игр. То есть девочка тоже по вольной борьбе. Ты видишь свою дочь в спорте? Нет, наверное. Скажите, замуж видите. Максимум, да, там, в тренажерном зале, я думаю, и все. Ну, а потом... Ну, здоровьем, да, для себя там, куда я пошла, они вот так. Ребят, заканчивается программа. Мы замечательно посидели, пообщались с вами. Было просто очень тепло. А хотите, я вам открою секрет? Когда начиналась передача, Алиса мне говорила, Алиса подготовила... Лично ей нужно что-то. Да, я сейчас совесть скажу. Алиса подготовила про вас информацию силой и говорит, Патя, вообще, о чем мы будем с ними говорить? Интересно, сковорчивые они или нет? Ребята, вы оказались супер-сковорчивые. Мы можем вам четко сказать, что... Получить большое удовольствие от общения с вами. Спасибо вам огромное. Я застал. Я хотела бы, чтобы вы обратились к нашей молодежи. И что бы вы им пожелали? Потому что, наверное, из уст чемпионов вот этот призыв заниматься спортом, он будет все-таки иметь свой резонанс. Ну, я, например, хотел пожелать молодежи, чтобы они занимались тем, что им нравится. Не обязательно спортом, в любую профессию, чтобы они шли до конца, не бросали, не шлялись там где-то, чем попало. Присоединяюсь к Марату Славам. Занимайтесь спортом, учебой. Ну, что у вас там получается, тем и занимайтесь. Вообще, кроме того, вы с молодежью контакт имеете, вы вот работаете над тем, чтобы хотя бы так молодежь, которая там с вами, занималась положительными, добрыми делами? Ну, так бывает, да. Бывают всякие тренинги у нас проводят. Вот, так. Это в клубе, ну, в зале, в молодежи? Да, в зале, в котором... В зале, в молодежи, да, я провожу мастер-классы. Ну, в этом году раза два-три я проводил в Москве, в Москве я проводил пару мастер-классов. И так бывает, они задают вопросы, мы сидим, общаемся. Ребят, завершение фирма хочется. Тоже бывает, да, когда молодежь в зал, приходишь, я уже взрослый, я им объясняю, что, как, с чем-то могу помочь. Вот 29, ну, сколько тебе? 32. Очень взрослый. Очень взрослый, да, Жалис? Да. Молод, но опыт жизненный есть, и он готов им делиться, и это замечательно. Ну, наверное, все-таки под занавес нашей программы. Наверное, все-таки прощает. Ребята, вам хочется пожелать, знаете, не хочу я вам желать побед, проигрышей, взлётов, падений. Я считаю, что что бы в вашей жизни ни случилось, желаю, чтобы никаких проблем со здоровьем у вас не было. Спасибо, спасибо. Потому что у таких ребят, как вы, я считаю, у вас гордость в нашей республике. Можно смело называть ваши имена через запятую, когда говоришь о людях, которые добились в спорте, в жизни, каких-то определённых высот, которые держатся, как говорится, на плаву. И можно смело приводить пример молодёжи. Хотя вы посмотрите на них. Вот хочу вам пожелать, чтобы с победами вы справитесь. Психологически мужчина может себя настроить на хорошее и на плохое тоже. Я хочу, чтобы со здоровьем у вас никогда не было проблем. Спасибо, спасибо. Присоединяюсь к сказанному оливой. К концу программы это уже хорошо. Усвоила, да? К концу программы это уже неплохо. Ребят, я желаю вам побед, на самом деле, громких, высоких. И мне хочется, чтобы каждый, так же, как и я, я очень-очень горжусь нашими ребятами, которые прославляют нашу республику далеко за её пределами. Вы молодцы, и спасибо вам огромное. Спасибо. Хочется к нашим телезрителям обратиться и сказать, что в действительности программа на лавочке каждую субботу, ну, где-то 20-20-30 по техническим причинам, собирает у себя на лавочке вот таких вот громких, можно сказать, грандиозных людей, с кем можно не просто, оказывается, поговорить и побеседовать, а плюс ко всему ещё и посмеяться. И я вам скажу, что я не знаю, как вы через экраны, как телеэкраны получили, вы удовольствием, но мы с Алисой уверенно можем сказать, что наш вечер и наша программа сегодня в действительности удовольствием. Согласна, Алиса. Каждая программа, она уникальна и получается, потому что в прошлый раз мы общались с очень интересным человеком. Сегодня пришли замечательные ребята, которые в очередной раз подтвердили статус чемпионов тем, что они не просто чемпионы, это настоящие мужчины, которые могут и веселиться, и общаться, и дарить людям тепло. И тот стереотип о том, что со спортсменами не о чем разговаривать, это оказались в действительности глупости. Потому что сегодня вечером мы доказали, что с нашими спортсменами, с нашими ребятами в действительности есть о чём и поговорить, и рассказать, и обсудить, и поделиться, и даже попросить у ребят советы. Поэтому равняйтесь на таких, будьте такими, как они, и никогда не сдавайтесь. Всего доброго, всего хорошего. До свидания, Славя. Мы развенчиваем мифы и разрушаем стереотипы. Сложные вопросы и простые ответы. В программе гости такие, какие они есть на самом деле. Уютная обстановка, приятное общение. В программе на лавочке.